здесь у нас многообещающая такая вывеска сегодняшние живые крабы вот они там действительно так получается что крабы и живые в дима и я хочу меня держать его вот здесь можно я хочу нахваток в этой я хочу нахваток я хочу нахваток когда я нашел, он открывается в каком-то здесь вы пришли? 1-3 миллиона очень близко Света спрашивает, а в чем разница между мальчиком и девочкой? Она говорит, а у которой девочка есть яйца? Они съедят яйца. А где-то пятерку примерно стоит краб. Вопрос в том, что если мы его возьмем, где мы его съедим? Нет, мы дому повезем, боится его. Нет, это я не хочу. Это целое предприятие. Вот этот кингсалман, они хотели там, сколько, 12 долларов за паунд? Сколько вообще стоит хороший, ну хороший, реально хороший кингсалман? Ну только не филе, а прямо вот такой, как здесь живьем, тушкой. Ну вот в магазине, например, в китайском. Нет, не филе, а кусок от тушки, потому что они большие очень. Но самая дешевая цена, ну это в китайском магазине. Это может быть фарм, да. А может быть фарм, да, он может стоить, например, 5,50. Ну это фарм, все-таки дикие дороже стоят. Ну я вот сейчас купила дикого, да, но это филе срезанное без шкурки, там где-то 9,50. Слушай, все-таки 9,50 у свежего, у дикого, это не то же самое, что 12 вместе с потрохами там и так далее. Мало того, с потрохами, я не знаю, куда они ходят, но здесь вот на самом деле вот все, что дикое, но видишь, тут бензин и все это. Нет, ну смотрите, они же не здесь его ловят, ты что? Нет, салмана здесь не ловят. Они должны отплыть куда-то. Ну не знаю, мы так вот покупаем магазины в основном. Ну если вот мы делали бы суши, да, мы бы взяли здесь сейчас. Нет, да дело в том, что тоже это очень большой объем, его же надо как-то утилизовать, это много. Тут довольно ветрено, между прочим, вот я так это чувствую по движениям камеры в руке, мне не очень просто ее удерживать. Если я хочу какой-то объект подальше заснять, то там уже трясет не по-детски. Вот тут народ на своей лодке, у них есть камера глубокого вморожения, то есть они могут выходить в океан, может быть на несколько дней, и там все это потихоньку подбирать. Вот, он такое ощущение, что собирается сюда залезть. Смотрите, как он такой ватничек на себя надевает. Да, и он уже и так в комбинезоне, надо сказать. Да, штаны такие на нем, типа ватных, но с брезентом. Опа-на, и пошел, пошел в холодильничек. Так, оп, так. Вот, моряки, они курят, видите, даже женщины. Оп, рыбка. Но она проморозилась, рыбка, она, конечно, живой не назовешь. Так, подаёк ему. Вау. Это рыбка, друзья. Это тунец. Или вот, как у нас говорят, тюна. Она такого быстрого, глубокого вморожения. На суше хорошо. Шашлячок из нее изумительный. 3 доллара паунт стоит у них. Мы спустились вниз, так что его поближе рассмотреть. Дело в том, что там из холодильника торчат хвосты осетров. Вот, что мы углядели. Ну, вот вам отсюда, может быть, не очень видно. Там женщина тюна, тунца, укладывает в пакет. А вот в холодильнике, ну, видно вам? Не видно, не знаю. Вот там хвосты осетровые. Их было сверху видно. Да, друзья. Я думал, там у них осетр, а это просто хвостики торчали такие от этой вот тюны, но казалось, что это осетр. Они ловят возле берегов штата Вашингтон. Раньше они все это продавали холлсейлерам, которые отдавали по ресторанам на суше. А сейчас у них такой фан, что они вот прямо здесь продают. И им это очень нравится, у них куча друзей, там все такое. Вот у них такой образ жизни. Это очень дешево. 3 доллара за фонд это очень-очень дешево. Вот это друзья на той стороне, это настоящий цех. Там стоят рабочие, чистят рыбку, обрабатывают, потом подъезжают там грузовичок, забирают. Ну, по ресторанам, возможно, я не знаю куда. Но вот здесь прямо цех настоящий. Прямо вот у воды. Да, здесь вот такое хозяйство интересное. Света говорит, может быть, туда может автомобиль заехать. Я даже не знаю, Света, но... Ну, может быть, здесь надо погрузить, выгрузить чего-то. Ну, я не удивлюсь, если автомобиль может сюда заехать. У меня только по весу немножко так сомнения в этой части. Ну, в общем, да, такое явное ощущение, что он именно для этого и сделан. Да, потому что у него, смотри, там холодильники тоже есть в полу. А мачта у него там, понимаешь, такая мачта. О, в космос можно уплыть, если ветер будет попутный. Какое вдохновляющее место, друзья, вот так встать тут за бортики, схватиться и стоять наперекор ветрам. Двухмачтовая суденышка-то, смотри как. О, что может сделать люди лестницы, смотрите, наверх туда лезть. Потрясающе. На пиратскую, может, не тянет, но там, вы посмотрите, какие там сзади бортики. Чувствуется, знаете что, чувствуется любовь к жизни. Вот так бы я сформулировал. При ближайшем рассмотрении, дорогие друзья, то, что оказалось издалека типа пиратской такой шхуны, оказалось мирным рыбацким суденышком. Ну, единственное, что обшарпанным, конечно. И большого размера. Большое, да, обшарпанное. Смотри, там у них площадка, наверное, для чего там это. Может, вперед смотреть. Ну, это серьезное судно, конечно, оно большое. И, наверное, экипаж там, не один человек там и не два. В общем, такое вот хозяйство рыболовное. Да, свистать всех наверх. Да, Half Moon Bay, видите, вот эта гавань, которая здесь, помимо частных суденышек, тут отдельно есть. Здесь мы видим то, что называется commercial fishermen. То есть это коммерческие рыболовные суда. Люди зарабатывают на жизнь этим. У нас, дорогие друзья, со Светланой не было плана купить рыбки. Ну, то есть мы как люди, которые всякие opportunities, в общем-то, можем исследовать, если что. Но, в общем-то, плана такого не было. Ни крабов там, ни рыбки. Ну, если бы вот жалко, там осетра не было. Ну, ладно. Так вот, мы хотели вам показать, как оно бывает. И это место, где люди отдыхают. Тут невероятное количество ресторанчиков. А можете вот здесь взять крабов, вот туда отнести, вам их там сготовят. И вы их тут же рядышком покушаете. То есть такое место, запомните, называется Half Moon Bay. Гавань тут такая. А мы пока дальше пойдем. Вот мужчина продает сама живого. Он ему дал по балде. Какой-то кувалдой. И тот затих. Вот. Он тут же ему что-то там порезал. Сливает кровь. Ну, вот он его поливает водичкой, да. И сейчас клиентам уже отдаст чистенького. Да. Небо красивое. Птички поют. Я надеюсь, что вам слышно, как птички поют. Вот. И там серебрица, солнышко, отражаясь в воде. Давайте попробуем снять. Хотя еще раз я говорю, ветер дует. Мне трудно камеру удерживать. Я надеюсь, вы слышите, как поют птички. Вот они все в кроне этого музыкального дерева. Так их не видать. Но вот звуки оттуда идут. Это дерево тоже очень музыкальное. Слышите, что творится-то? Светлана говорит, что там птицы. Мне такое ощущение, что это шишки большие. Птицы на них хвостом шевелят. Но поют. Да, да, шевелят хвостом. Поют. Да, да, шевелят хвостом. Понимаете? Ура. Логово. Ура. 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 Продолжение следует...